В прошлом году за содействием в поиске работы в Центр занятости обратилось выше 28 тысяч зауральцев. Это оказалось на 5% больше, чем годом ранее. Из них трудоустроено 18 тысяч или 63,4%, при плановом 63%. За тот же период работодателями было заявлено 28 тысяч вакансий, или на 3 тысячи больше, чем в 2015 году. Коэффициент напряженности тем самым был снижен до 1,7 единиц. Уровень регистрируемой безработицы колеблется, но на конец года остался тем же, что был на начало – 1,9%. В докладе Игорь Ксенофонтов выделил основные проблемы на рынке труда. Это малое количество рабочих мест для несовершеннолетних и инвалидов. Невысокий уровень заработных плат в заявленных вакансиях. Он не дотягивает даже до половины среднестатистической зарплаты по Курганской области. И недостаточная активность предприятий в заявлении вакансий. В этой связи обращаюсь к Союзу промышленников и предпринимателей с просьбой оказать содействие в информировании об этом работодателей. На сегодняшний день численность безработных в Зауралье составляет 8,5 тысяч человек. С начала года армия безработных пополнилась на 500 зауральцев. Основная причина увеличения численности это увольнение в связи с окончанием срока трудовых отношений работников Щучанского комбината по уничтожению химического оружия. Для снятия социальной напряженности служба занятости ведет работу с предприятиями и предпринимателями Щучанского и близлежащих районов. Работаем также над выявлением вакантных рабочих мест и последующего трудоустройства. С начала года сведения о высвобождении работников или введении режима неполного рабочего дня представили 146 организаций. Было уволено 230 человек. Работает в режиме неполного рабочего времени 1389 человек. Численность предполагаемых к увольнению составляет 443 человека. В целом ситуация на рынке труда Курганской области остается контролируемой и стабильной. Михаил Котельников, Николай Волков, Вадим Бутыков, Лидия Кагароцова, информационное агентство Курган.ру